Продолжение следует... 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 Я не знаю, у вас теорию критических индексов рассказывали, нет, это нет, возникали, но там даже если рассказывали, то там должны были два факта вам подчеркнуть, что для расчета всех крит-индексов надо два знака. И вот один из них – это как раз фактические индексы, то есть достаточно его, посчитаю, и один из каких-либо других факультурцев, и вы можете подкладывать на скелинговые соотношения все-таки какие-то комплексы. И вот, как правило, микроскопическая теория рассматривает как раз впечатление этого человека, то есть неоднократно к этому вопросу было восхищаться. Ну и что тогда получается? Если у нас, скажем, Весмуты, скажем, Весмуты. Весмуты, Весмуты. 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 Так. Здесь boys обождается. Осторожно. Все. Так. Продолжение следует... 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 Так. Теперь давайте рассмотрим проведение на нулевой частики. Теперь введем обозначение единицы на х, это значит как гамма. Вот это некая константа будет, да? А вот этот фактор у нас зависит от температуры. Получается, что температурное проведение в скручивости будет подчиняться законам. Ну, это целый гамма можно в константе задать. То есть, вот, по сути, вот этот закон не что иное, как описание температурной зависимости и расклинчивости. Так, значит, это известный фактор из эксперимента, что у вас дипломатизм расходится. Насклинчивость расходится. Так, теперь... Значит... Следующее дело переназвано. Тут вот скейнинг и теории, повторяюсь, она погружится. Не очень приятно. Нет какой-то такой общей системы. Да, да. Теперь, смотрите, рассмотрим... Вот введем температурное поведение того, чтобы отличать температуру. Единицы в данном случае. Рассмотрим... Значит, у нас... Второй штиф, мы связываем с кондиционной заботой. Апелляционной длиной связываем с критическим индексом в нем восходимости кор-длиной сантиметра. Так, это у нас... Если использовать эту штуку... ТЦ еще? Или ТЦ не надо? А, про профессиональные. Да, это профессиональные. Апелляционные. Не скучаются. В скейнингах с отношениями национальности. Национально независимую часть выделяем. Так. А все, вверх. Останцы с этой метр. Так. Значит, здесь какая величина? Получается... Тау-минус. 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 Нет. Значит... Тау-минус. И используем, что у нас... Тау-минус. Масштабный множитель. Ляда. Связа с Тау-минусом. То есть у нас... Тау-минус. То есть у меня на них есть. Это единственный налог. Ага. То есть. Нет. Но поза-минус. Если виксовую степень взвестили, то будет виксовая, да, и мы отсюда доходим, что там, как и есть. И это дело мы отставляем вот сюда. Получается тогда омега в масштабной множике и виксовую. Ну, собственно, у нас по определению частота. То есть, мы все сведим к масштабному изменению частоты. Она у нас меняется на... Сейчас мы можем это связать. То есть, это по определению. То есть, частота у нас всегда со временем стоит, да? Вот, при масштабном преобразовании, соответственно, мы показали, что у нас перед частотой возникает много объемов степени виксовую зерк. Вот мы по определению называем это показательный и получаем связь. Здесь свойства системы описываются динамическими показателями. Вот это температурный показатель по скорейности традиционной длины. А x – это показатель метрический, связанный с драмом, да? Измеряется реально. То есть, вот эти величины, значит, вот это обычно считают в теории. Это тоже из микроскопических расчетов z оценивают, как модель визеля. Вот. Гамма – это у нас тоже измерено в микроскопах. Вот мы можем сразу некий динамический показатель y в реализовании частоты. Это вообще какая-то такая вещь уже. Так. 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 И тогда, получается, возвращаемся к реализованным спинтчерам. Продолжаем. Так. У нас тут талор. Талор – минус талор. Единица в лесу сталор. Идальше. Хим. Так. А вот здесь уникалор. Так. И если подставляем эту штуку, здесь будем минус талор. Продолжение следует... 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 у у нас, видите, у на z на гамма, то есть если подставить, то чтобы имениться, то есть полиция омега, комбиниться на омега, вот, собственно, для этого хитрый множительный уровень для того, чтобы один из документов обретить единицу на гамма в случае дела, получается тут будет 200x единица на гамма стоян вот такой и закон ну, в принципе, на руки мы тоже напишем здесь, чтобы место освободить здесь, вы видите, завязывали на температуру, а здесь на чистоту здесь Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну и соответственно также уделяем вещественные умения участия. По модуле, если так смотреть, так вот, косинус и синус на единицу заменить, видим, что одинаково, то есть, в этом смысле, в высокочастотном режиме у вас вещественная минимая часть публики не сравнивается, так вот, у вас система тренирует режим быстрых ассоциации, ну а частотная зависимость, она определяется одним фактором. Это все положительные значения здесь, так, поэтому при истремлении частоты к бесконечности у вас расклинчивость заявляется. Но это, скажем, общий факт, интересно, что это, собственно, чистоты у вас и омега с 50 мм. О, это гипотеза, опять же, подполагается, то есть, чтобы сохранить раскрадимость температуры с тем же показателем, с программой, так, и сделать эквивалент вещественную часть публики. Там вывод можно найти. Работа 77-го года. О, это, по-индерс. Так, это релью монофизицы. У нас не есть. Я для справки на самом деле все привел, чтобы мы с динамичными показателями до конца разобрались. То есть идея здесь такая, что вот это соотношение, оно не просто формальный какой-то смысл имеет, что нашли и нашли, что революция замедляется. На самом деле, зная вот этот фактический показатель, вы можете определить диаметические показатели для динамического восприимчивости. Один-то там с температурой связан, он отражает статические свойства, то есть изменения с температурой. А вот этот показатель, он, собственно, связан с частотой и показывает, что динамического восприимчивости, она обязательно запрыгивает на частоту. Вот это важно. Так, ну ладно, мы это использовать так не будем. Вот, а сейчас давайте к основной теме вступим. Да, динамику. А нам отдельно когда-то читал пусты. Там как бы с азот начиная, но сейчас я так поменял. Вон, изложение. Мы поэтому будем с вами с конкретных примеров смотреть. Компания. А расчетов я буду выводить какие-то примеры. Да, я сейчас могу вытащить. Дайте еще один. Сочтайдер испечатал. Значит, первое с чего мы начнем, мы наблюдаем примере по ОГМ на Борицу. Модели будем высматривать и их там. Ренорд? Ренорд крупный? Рен, реэкономизационный. Рассмотрим, какое действие дисколядного поля F. Ренорд крупный? Ренорд крупный? Ренорд крупный? Ренорд крупный? Ренорд крупный? Ренорд крупный? работает, то там метрика меняется, минус единица, плюс один минус, и соответственно, там комплексности всяких. Чем удобно, если метрика, там вы, как бы, в ней расчеты проводите, потом в ответе ТАУ меняете на ИТ, и все, и восстановлю результаты, а какие-то будут еще проверены? Там D у вас, D, да, в размер взрослых, да, в размер взрослых. То есть это и единица, и двойка, и до четвертых армонов, хотя ограничений нет. Так, наша цифра считать статсуму. Мы теорию поля была вам рассказывали, как считать статсуму по действию зависящего поля. Это ингредиал функциональный, да, от, значит, по полям, да, и минус С. Это, как мы теперь... Значит, давайте, чтобы мы не расходились тут вектор, оставим, потому что он сверху не будет. Значит, приа... функциональный интерьерал — это Знаете? Я не волю вас не больше. А на следующем выводим. Ну, давайте тогда я, значит, даю определение. Значит, оба такой. Я могу книжку назвать, где так более, это, хорошо, функционально написано. Почитайте, как вам полезно. Рейдер. Рейдер. Тем более, вам по ним читать не будет. Контакты о теории, не просто теории о теории. Тут по фамилии Рейдер. Это первая книга там, не плохо. А вторая — это сын Жестин. Значит, контакт по фамилии Рейдер. По-русски, по-разному. Там сын Жестин. Ну, сын Жестин, так. Значит, функциональный интерьер. Интегралы по фамилии Рейдер. Ну, на самом деле, привыкнуть надо, да? К нему, то есть, как группу нубить, как ко всему математику, так? Другого нет. Инцентр. Ну, объясним так, как основные. Благодарю вас. Скажем. Песканство в принципе. Так вот, и вентилятор. Хорошо. Так вот. Ну, примерно. Сейчас, как вы можете использовать это, рассматривается некий интегрант, зависящий от функции, то есть от конкретного значения функций, которые соединяются в точке тракта. Но вот мера, то есть дифференциал, в данном случае, берется не по x, а по самой функции. А здесь берется произведение всех координат, соединяющих начальную и первичную точку. Идея, значит, выглядит так, что вы скажем, что значит x, то есть вы берете произведение, это означает много-много вот таких слайсов. Затем по каждому вот этому срезу вы приводите интегрирование так. Я нормально так вот нарисую, что как бы здесь какая-то функция есть. Вот уже числяет, вот там черное двое, числяет. Потом все это отлично. Сложили, да, на сути? Получили какой-то ответ. То есть у вас взят интеграл полуфункционального пространства. Если его рассматривать как обычный интеграл, да, то это просто многомерный интеграл. Вообще говоря, бесконечно-мерный. Непроверный контейнер точек, да, начальник конечный. Ну, а если на это смотреть так слепо, то это просто в качестве как бы переменной, по которой производится интегрирование, не какая-то координата выступает, а сама функция. Значит, полезное правило есть. Давайте я ее припишу. Если у вас функция F может быть послужима по артономированному направлению, то, как бы там, если взял, какие-то нормальные. То, как бы там, если взял, какие-то нормальные. Значит, может быть представлено вот таким образом. Например, это есть многомерный инструмент, где функционал оценивается на кредит санта. А в качестве нейроинтегрирования выступали произведения по всему. Вы соблюдаете внимание, если никаких екопианов не возникает. Это очень удобно, это позволяет вам фурье, например, применять. Так. Как бы там. Уличное образование белое. Ну, по X в калярной произведении удаляем. Уличное образование. Роль этих FN играют как раз вот эти функции, да? Они прогоняют. Ну, скорее, в целом. Роль CN, например, это FURIER-образов. Поэтому нужно интеграл рассматривать, оценивая функционал для FURIER-образовок и интегрируя это FURIER-образовок. В более удобном и многих ситуациях. То есть, в частности, на функционал, на функцию FURIER-образовение действия, делящие коэффициенты получают? Да, да, да. То есть, вы, например, фурьер, технически так, вы вместо функции FURIER-образовения интегрируете по координатам, получите функцию, в зависимости от индуса. Вот, от индуса. И тогда, наверное, вот скажем, сумму оцениваете, когда тут будете интегрировать уже по FURIER-копонентам. То есть, DFI-копонентам. А функционал у вас будет зависеть от FURIER-копонента. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, потом еще какое-то свойство. Ну, то есть, давайте я выпишу, чтобы оно вам зазумрить, а оно понадобится для этого. Функциональная интеграция называется. Вот если рассмотреть функциональный интеграл от такой экспоненты, E или J, и интегрировать FURIER-копонент, получается, декта функция G. А декта функция, как функциональная, по определению, это принеседление по всем координатам G, то есть по обычной функции. Ну, это с этих функциями встречается. Ну, вот преимущество функционального вычисления в том, что вы, как бы, не переводите в координат, а работаете как с функциями, как с переменами, как они действуют. Вот. Я основное правило вычисления интегралов функциональных, вот, вот, запишем. Так. Я, наверное, здесь, там, сейчас, там, посмотрите. Там не нужно сейчас встретиться, нет? Нет, здесь не нужно встретиться, только говорить о том, где он будет. Для вычисления функциональных интегралов следующие упорные выступления. Сейчас он берется. Ну, вычисляется, ну-ка, Гауссом для решения этого места. Запомните, что все, что выходит за пределы Гауса, вставляется по теории возмущения посчитаем. Если нет, то... Думайте, как. Значит, здесь получается так. Значит, вверх, вверх. В общем случае, M компонент функции, вверх, вверх, вверх. Вверх, вверх. Вот это я так вот, координатом предоставлю. Вот такая запись на себя, видите, у нас сокращенно является. То есть интеграл равной половинской объекты, по поводу степени равной половинской объекты, скажем, n, n, x, 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 x. Ну, чтобы не писать такие большие выражения, мы используем по поверку и по разнице. Значит, намеряем на величину где-то таверномыли, то есть какой-нибудь узнал, есть конечные исполнения. Так, здесь реакоменация. Податок интеграл конечным оказывается. Вот это основная форма, на которой используются при впечатлениях, континували континувалов. Ну, в теории, в поле, на самом случае. Это теоретическая основа. Анатолий Криво. Анатолий Криво. Анатолий Криво. Анатолий Криво. То есть для себя выяснить, что, как бы, бояться не надо, да, то есть рассматривайте этот интеграл в какой-то мере, как обычный интеграл, да, где вот это, дифференциал именно связан с функцией. Если его расписывать, как бы, в обычном смысле, как дифференциал, то может быть достаточно сложно, да, там куча множителей появятся, но если не переходить к этому представлению, а вот работать формально, то вы рассматриваете это как переменную, это как переменный проводок, формальный вычислитель, то есть там достаточно все работают. Ну, так все. Тупо полный, все отлично начается. Ну, хотя я, конечно, тут это, большой вопрос, потому что надо в этой книге шкандал почитать, чтобы понять, как это все устроено. Ну, я пропускаю это сами, читаю это. А там умножить же, это не равно, да? Что? Ревно-ревно артепсию. То есть вот эта шкода, ревна вот этой. То есть если обратите внимание на функциональный интеграл, то здесь уже число. А, да, да, спасибо. Так, ну давайте, значит, перейдёмся к нашим функциональным истинам. Ну, в качестве. Сейчас остановилось. Так. Значит, связываем с референциалом функциональным интегралом. Значит, вообще говоря, это фуке, так, где мы будем использовать фуке компонентов. Так. Ограничим область интегрирования, вот так, количество. От нуля до параметра лямка. Параметра лямка называется ультрафиолетовая артепсия. Значит, если вы, скажем, описываете какие-то явления в твердом теле с помощью этого функционала, то параметрам ультрафиолетового врезка будет величина порядка зума длина. То есть вы можете проверять качество. Параметра единицы на обратную решетку постоянно. Есть естественные ограничения. Если вы используете для описания полей каких-то, то формально ограничений не существует. То есть это параметры, которые руками будете, то, ну, значит, для ремотрубка, как бы, в дальнейшем, конкретную величина этого верхнего предела, кто-то не играет. Значит, вот эта величина, так, значит, вы видите, что здесь по импульсам учитывается те импульсов, но литературных движений позволяет неграды лямки. Это как раз играет в тверд форме формально cn, то есть так, то есть здесь роль индекса дискретного n играет импульс в твердом. То есть если мы работаем в кабинетах, то у нас тоже будет, значит, произведение получится. Значит, в чём заключается идея ремотрубка? У нас вот эти моды, да, которые у нас здесь распределены, можно поделить на два типа. Значит, скажем, если бы искусственное меню нету границу данное дело, то моды вот этой гипнозоне, да, мы назовём медленные, они описывают процессы на дальнее расстояние, то есть малые импульсы – это дальнее расстояние, да? Ну, это условное название. А те импульсы, которые лежат в диапазоне от лям до единицы до лямда, мы назовём быстрыми модами. Большие импульсы означают маленькие расстояния, то есть это какие-то масштабные фунтуации, то есть на листых расстояниях. И дальше мы используем расщепление мёд на быстрый и медленный мёд. Вот в этом потенциале. Значит, поскольку преизведение берётся по какой-то там тупо от миллиарда лямда, так мы отдельно запишем преизведение по единицам. Превер. Значит, уменьшим, да. А здесь это индекс вектор. По компонентам. Так, значит, преизведение. И следующее преизведение. Произведение. Да, всё. То есть, мы защелили с вами мир. И двигали. Поле мы тоже весь делим, значит у нас в поле Разложим в фурье компоненты, но соберем в фурье компоненты Мы с маленькими импульсами, большими альтерами Получается, что здесь Я буду писать эскалярное произведение, подразумевая, что это P1 на X1 плюс P2A на X2, чтобы это же не писать Здесь с ума Это медленная часть, это пустая часть Здесь ничего никаких, просто прагнальные прагнальные Медленный фон Мы будем так дальше обозначать сокращенно Деофран Ну, базический, то есть это медленная часть А вот эта сумма по пустым водам, это вот флутуация на фоне этого фанта Для них будет Твердая используется Твердая используется Твердая Твердая Ну, может, твердая, твердая делается Иногда диабетическое движение Там обычно две подсистемы рассматриваются Одна медленная, одна быстрая Тут, как бы, в рамках одной системы Вы производите прищепление на медленную ноту или на диск На ноту дельника Теперь, что мы сделаем? Мы в действии, которое у нас здесь есть Подставим вот это разложение на классический фон Твердая А на сколько времени? Шесть часов Твердая Твердая Нет, просто я там Все видимо стою Я скажу, чтобы мне понять, но потом Итапы отражаются Так, что же я там спешить не буду делать Так Давайте щекать Поставляем Твердая Твердя Твердая 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 Вот это Покраска как малая рассматривающая, поэтому используем ее в форму бутылок. Покраска как малая рассматривающая, поэтому используем ее в форму бутылок. Покраска как малая рассматривающая, поэтому используем ее в форму бутылок. Покраска как малая рассматривающая, поэтому используем ее в форму бутылок. Покраска как малая рассматривающая, поэтому используем ее в форму бутылок. Покраска как малая рассматривающая, поэтому используем ее в форму бутылок. Покраска как малая рассматривающая, поэтому используем ее в форму бутылок. То есть вот эта величина будет функцией только от классического поля. Не берется интеграл функции от классического поля с функции быстрого поля. Они в форме компонента общего не имеют. Одна скажем вот здесь сидит, вторая вот здесь. Поэтому при интегрировании что мы получим? У нас в из них персиджалки там. 100% наборочек. Да, да, да. Ну типа такого. Да, да, да. Количество дэй такое видит? П-2? Ну и плюс П-2 там. Но вообще компонент по 1-2 нет. Да, 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 да. По 1-2, это нормально. То есть вот это из общих саткотерингов. И тогда у нас получается, что все свидетельства правильно. Только вот повторяем и слагаем. Сразу введем определение. Введем матрицу, где индексы, в брали индексов координаты наступают. То есть это обобщение матрицами на неправильный случай. Здравствуйте. У вас занятие, да? Ну вообще-то да. Сейчас, ну сейчас мы так, буквально 2-6 минута назад. А нет, мы его запустим. Да нет, 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 нет. Заходите, заходите. Давайте мы перейдем наверх. Заходите, заходите. Матрицу. Здесь обращение матрица на неправильный случай. И получается тогда у нас так, что мы действуем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте... Сейчас выполним функциональное интегрирование. Так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы подставляем вместо вот эту штуку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И... Значит, у нас тут только ковершение только раздвакает. Так. Только давайте вот пол M большое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это означает только по быстрым модам. То есть вот по этим... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не затрагивая классическая. Но это соответствует тому, как если бы мы вот так нащипели, вот так вот, вот так, и меньше. Вот. А при этом переспьем интегрирование. Значит, здесь E минус S опрос классическая выносится, они не содержат зависимости от мыслей ноты, поэтому у нас D классика. Так. А это у нас E, F. Быстрая модель. Дальше вы можете. Так, здесь E минус S опрос. Так. 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 Писать не документы, не все там. Короче. У нас, видите, возникает здесь Вспомним, как у нас Вычисляется, скажем, обычный интеграл Не функциональный, а вот такая вещь Это интеграл, послана, да? Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Многомерный физиал по всем переменам. Значит, вот это у нас экспоненты есть минус 1 вторая. Играет музыка. Мы сейчас делаем ортогональное преобразование. Играет музыка. 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 чего равна? Либо единица, либо минус единица. Но нас можно интересует по замене переменных, то есть это единица всегда такая. То есть тогда, совершая переход к новым переменам, получаем минус 1, 2. Здесь будет стоять так, Y, P, а матрица уже при преобразовании подобия диагональному. То есть, что это значение? Лета, дета и дета. То есть, что мы делаем? Да, чтобы диагонализовать матрицу. Так, поэтому здесь предстоять Y, N, Y, N и Y. Переканчиваем. Дальше получается, наверное, предстоять, например, интерьера. Прям до Тольфии, прям в подзоте. Это все сведется произведение, достаточно. Так, такому. Дальше у нас подорогам подмены. Каким подорогам. Каким подорогам. Каким подорогам. Каким подорогам. Каким у нас на поле осталось? Каким подорогам. Каждый из них вычисляем. Каким подорогам. Каким подорогам. Каким подорогам. Дальше у нас на поле осталось. И если это получается конин, н, ДА, И, н, ДА, И, н, ДА, ДА, И, н, ДА. Что это за унижение произведения, собственно, из качей? Прямо. Как смотрится это всё равно? Произведение собственного значения матрицы А. А, вы перешли, выросли. Что при этом не поменяется? Когда понимаешь, что шпура не поменяется, и тогда и начинаем. То есть, если вы детерминат при вызывании подобие делаете, вы можете переставлять сердечных позор. Приединиться, опять восстанавливаться. То есть, демодализация нужна отбавляя для того, чтобы это делать. Если вы это величайно, то он не смакивается. Вот тогда вот этот интеграл, который я здесь рассмотрю, для каждой точки X вы выполняете интегрирование формально, я по-фей-пользуюсь вот этим соотношением. То есть, из этого интеграл оставляет X, то есть, в каждой точке X вы выполняете интегрирование формально, в качестве функциональной зависимости от зависимости от хей. Приводите интегрирование формально, как по функциям. У вас в результате получаются. Здесь нас вообще пропорционально есть. То есть, множество не будет интересовать, поскольку это вообще одна из таких отличительных особенностей теории поля, что всякие неприятные особенности, связанные с появлением коэффициентов, они не важны. То есть, важна зависимость только от того, чтобы показать ее в наше состояние. Вот эта штука у нас. Ну, как его считать, это вот, значит, мы отдельно рассмотрим так, а вот эту формулу давайте мы запишем тоже как одну из таких ведущих, что-то, 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 что-то. Ну, я себе себя занятуло. Их, я бы, то, что-то, что-то надо. ну и что у нас тогда получается здесь вот мы можем заинтегрировать вот эту штуку вот здесь возникает так продолжаем писать резерв унтеграл так классическое так здесь действие так а здесь будут стоять единицы на код терминант но вот это матрица теперь что мы делаем мы переводим вот эту вот эту множику в экспоненциальную форму от перехода у нас значит это у нас у нас все равно вторая есть е у нас все равно вторая в общем случае вот эта штука будет зависеть от классического поля поэтому вот эта часть зависит это зависит и мы это все можем объединить в одно эффективное действие зависящее от классического поля ключевой результат получается что эффективное действие которое возникает после интегрирования по быстрым нодам может быть представлено как старое действие ну давайте я занимаюсь с нами и исходное действие так и плюс вот эта добавка ну знак здесь раз минус, раз минус раз минус ну стандарт сейчас пока все формально здесь значит как вот это упрощается здесь вот смотрите логарифт детергонант мы можем буквально рассмотреть как произведение всех собственных значений от первого до верного аппарата получается сумма логарифт вот это можно нормально записать как фу логарифт И тогда мы получаем такой пазовый результат, позволяющий вычислять действия после интегрирования по мысленности. Вся реногруппа основана как раз на уровне метров. Вот то, что вы выделили в середине, это единица на детемиант? Вот то, что вы здесь видели, это единица на детемиант? Да. Как получилось? Как? Ну, там у нас Z написано равно, интеграл. Сначала в случае… Вот это меньше, да. Ну да, вообще перемеры на быстрые, на медленные и быстрые. Да, да. Вот то, что медленные, это вот мы там… Медленные – это классическое связано, да. А тут проводим интегрирование по высленности. Потому что квадратичная часть романа. Это гаоссов интеграл. Мы его интегрируем по этому правилу, получаем… А, да, детемиант получаем. Единицей мы будем в детемиант, перегоняем показатели экспонента. Да, да. Вот это у нас основное направление, как мы с ним будем танцевать. Так. Ну, тогда закончим, потому что там дальше вы должны смотреть. Продолжим, наверное, на следующем заявлении. То есть вот эта часть зависит вообще от классического более тоже, как вы видели. Ну, мы явно будем для нашей модели чуть считать… Ну, вот так вот. Много чего так. Ну, метод удобный, на самом деле, так. Его… То есть там… Каким-то уже таким… Политикой, историческим причином рассказывали. Ну, не знаю. Всяких перестрах, вначале. Сколько можно сказать? В 90-х годах это как-то вот в учебники вошло. Ну, оно у нас тогда вообще не удавалось, а назад… Ну, а что здесь как-то сказать? Хотя это сложная вещь, то есть не надо привыкнуть, если руку найдете туда. Очень удобно. То есть многие модели, которые традиционно более сложно считаются, вот в рамках этого подхода полирового они но как-то гораздо быстрее получается. Так что метод полезен на самом деле. Так, ну да, и мы тогда на этом заплачем. У нас 30 минут, да? Я форсирую… Специально не форсирую… У нас как-то… Как-то вот таки после вот этого. Главное, чтоб вы что-то запоминали. Ну… Ну…